Ну что ж, всем привет, друзья! Второй день DreamHack Winter 2012 года, проходящий в городе Йончопинг, Швеция, всеми известный мировой фестиваль, игр и прочего-прочего-прочего интересного, няшного, вкусного. Ну, помимо, конечно же, самого DreamHack'а, нас интересует Only CSGO и чемпионат по CSGO, который вот-вот уже начался. И группа C, которую мы с вами сегодня будем смотреть, C и D, две группы, которые мы посмотрим с вами, начинаем мы с матча Absolute Legends против VeryGames, матч группы C, сейчас посмотрим Night Round и перейдем сразу же к группам, чтобы рассмотреть реально возможные варианты выхода команды Absolute Legends или VeryGames. Ну вот, Absolute Legends, видимо, будут начинать в Дефене, сейчас они попросят Switch, в любом случае, да, будет Switch, Teams и VG будут играть за атаку, скорее всего. Swap, вот, пишет RDL, но Switch, it is, напоминает ему NBK, он же Натан Смит, друзья. Ну и группа C выглядит следующим образом, вчерашние результаты нам уже всем известны, они с первого места выходят с группы A, Mausport со второго, в группе B, вот она у меня здесь до конца не доставлена, но волки явно вышли с первого места, странно, что я завтыкал, а, я написал, я забыл сохранить документик, бывает, бывает и такое. Ну, расклад нам ясен, в принципе, на первые две группы A и B, а вот группа C и D, они интересные, вот в группе C, VeryGames, Havky, 3D Max, Absolute Legends, Absolute Legends, друзья, напомню, выиграли квалификацию, последнюю, BioQualifier, и там-то, в принципе, все у них решилось, но до этого они, напомню, проиграли в интернете отборочной команде Госусе, которая отлетела очень-очень преуспешно, вчера не вышла с группы. Так, а здесь пока что VG, атака по улице, и у них достаточно успешно все начинается, был OpenFrag, второй OpenFrag есть, также в нижнем от Кенниса. Ну и по составам давайте пробежимся, Absolute Legends, друзья, это Lidy, Pita, RDL, Znil, Pronox, и состав VeryGames, Smith, Кеннис, RPK, Existence, и, конечно же, NBK, он же вот Classic Натан, ну вот он, аватарка его отображается, он единственный, кто есть у меня в друзьях в стиме, с всей этой командой, ну, неплохой парень, веселый, что поделать, пока что VG на первой пистолетке безумно берут команду Absolute Legends, забирает последнего Pronox в девятке, при том, что Перекрестным Огнем, это уже левел, численное преимущество явное было в пистолетном, ну и пистолетный проваливает Absolute Legends, друзья, по звуку напишите мне, пожалуйста, что происходит, ChatKiberArenaTV, группа в стиме, SL4ME Sports комментатор, так же, я там тоже поглядываю иногда комменты, там так же публикую анонс матча обязательно, так же и на Киберарене, так, Тускан не видел ни разу, нет, Тускана еще нету, все the best, все the best, хорошо, просто мне очень, я сижу на дефолтных наушниках, и мне очень плохо слышно звуки игры, я с этим ничего не могу поделать, но мне главное, чтобы у вас все было слышно более-менее, чуть попозже присоединится ко мне Тафа, и мы с ним настроим микшер снова, вновь, наверное, что, великая вероятность, что вообще другой микшер возьмем, потому что этот просто кончено, вчера мы с ним намучились, ладно, здесь Пита прием с мейна, и его уже пытаются отпушить, отпушили, отлично, дигл один от Absolute Legends упал, вот вчера, кстати, мы видели экшен, и вчерашняя группа, в принципе, с поляками, и остальной тусовкой выглядела реально интересно, и, ну вот, поляки нас всех удивили, нас, наверное, больше даже не поляки удивили, а Фнатик, просто поляки плотно готовились, это известно, почему такой результат, опять же, знают только они, и я думаю, что их ждут выводы, и, естественно, в следующий раз они попытаются отыграть намного лучше, ну, я больше за поляков переживаю, чтобы их организация не покинула, потому что там, знаете, такие отношения бывают, сначала вроде нужно, а потом до свидания. Ну что, здесь сдавили Пронокса последнего в коридоре, 2-0, пока ВГ сыграли два быстрых раунда относительно, и сейчас будет один еще эко у защиты, и после него мы уже, в принципе, можем сосредоточиться на их игре. Так, а пока что читаю комментарии киберарена ТВ из встроенных мап, печалят от стек и вертига, да, это вообще, конечно, сумасшедший бред. Ну, вообще, нужно писать просто письмо Вальфу, чтобы они карты реально переделывали, либо в матчмейкинг добавили SE-карты, или какой-то специальный режим, серьезно просто. Вот когда куча-куча пыли, игра действительно неудобна. Но была идея ролик снять о том, чтобы Вальф убрали за собой, и убрали супер-мега-офигенную тему под названием детализация. Ладно, здесь выход на низ, и Рам будет открывать existence или не будет? Нет, не будет, просто вышел в упор, прочекал, на ящике никого не увидел, отдали дым и решают выходить АВГ. Ну, вот французская команда, друзья, это абсолютные чемпионы в Counter-Strike Source, они выигрывали практически все, что было. Все мы их прекрасно знаем. Последние несколько чемпионатов эти парни, опять же, борются с ним за первые места. Вот я надеюсь, что на DreamHack их немножечко перевернут. Те же самые AL, за которыми мы будем с первого девайсного пристально смотреть все-таки. Absolute Legends это как бы команда из 1.6, по сути, все игроки играли в 1.6, вот мне неизвестно там о Лиде, но он тоже вроде бы как бы выступал в 1.6 версию КСа. И Питу мы все знаем, РДЛ, для меня это новое лицо, но я думаю, кто-то может даже видел. Мне кажется, что этот паренек 100% регуляр каких-нибудь отборочных на DreamHack. Ну, Pronax, конечно же, тоже старое лицо, выступал в таких командах, как H2K Gaming, Lions, но не зашло. У него последний коллектив вроде бы был как раз таки ESC Gaming вместе с Моди и несколькими датчанами там с Керриганом, они даже вроде что-то выиграли. Но, опять же, точно уже не помню, но Ник известный. Чувак, в принципе, тоже этот известный как игрок. Ну, про Вери Геймс что говорить? Это Вери Геймс, РПК, Кеннис, НБК, Смит, Экзистенс. Ну, вот, денежки первые прошли неплохо, как я смотрю, у Дефенса закупились тотально. Сразу две флешки улицы, я белый, и давайте посмотрим, что там. Да, там Пита на Аркаде за красный ящик, при том, что он через дым пытается ходить смотреть башню. Вери Геймс сразу же замедлили свой стиль игры. Вот я первый раз вижу такую реакцию от французов обычно. Они бешено пытались ворваться на такого чувака, который Аркадик за красный убивать. Ну, вот, что-то тут не заехало. Но, тем не менее, улицу они занимают, открывают ее четыре игрока. Атаки одного оставляют в нуле, это НБК. И на него уже пошел пуш с девайсами со скрипом. Но защита моментально разворачивается, дает инсайд, понимает, что атака, скорее всего, будет на улице. И весь основной экшен придется принимать там. Здесь выход за красный. И на выпаде Вери Геймс теряют от первого игрока в своем стане. Благая, от очень сильно go to way. Мы видим серию фрагов от команды Absolute Legends. Пита забирает просто из-за красного. Еще и экзистенсов, добавок ко всему. Ну, и бомба контролируется на улице. Ласт НБК, который с крыши попытается разыграть столь неловкую ситуацию. Но, я думаю, этому французу здесь ловить особо нечего. Ну, вот его тут с гранатой пытались взорвать. 16 хп осталось, но он не упал с этой башни. Хотя было видно, что заволновался, заволновался, когда увидел в свою сторону летящую гранату. Ну, что? Он стоит, подумает. Хотя, может быть, засейвит этот АК, потому что деньги вроде бы как еще есть. С деньгами все в порядке. НБК 5-100. Это сейв-двайс, я думаю, даже стопроцентный прыжок на мейн. 16 хп и перекрытие от RDL. Просто ждет, не дождется, чтобы забрать НБК. Ну, вот достается фраг из Нилу под девяткой. И 3-1 становится счет, друзья. Очень плотно сыграли парни из ВГ. Этот байраунд, жесткий холд на улице. Но странно, что они не предприняли какого-то решения радикального, там, попытаться убежать обратно в ноль, сместиться на рампы. Странно, что вообще они пошли таким прямолинейным больше стилем. Ну, да ладно, давайте вернемся и посмотрим затем, что будут делать ВГ дальше. У них вроде, как я понял, был бай, да, на последние деньги. Хотя, не особо-то нет. Бай, бай, да, бай. У всех калаши есть. Так, НБК у нас вновь будет сейчас геройствовать. Походу, даже первый. Пытался он опенфраг сделать на радио. Не получилось. Его тиммейт в этот момент, как видим, прорывает улицу. И тут грамотная флешка. Это Absolute Legends. Пита контрит улицу. Очень-очень четко дает дым. Специально смотрит в щелку. Аккуратно влезает из-за дыма. Видит игрока атаки. Пытается по нему попасть. Но вот эта перестрелка для него может закончиться. Очень-очень печально. Минус Ацмитса. Это тимкил против Экзистенс. СРПК забирает Знила. И Пита в ассисте, в принципе, там был. Да, он попал по оппоненту. Но не доконтролил до конца улицу. Хотя, в принципе, он сейчас по звуку уже должен был понять, что здесь куча-куча французов спустилась вниз. Как видим, они пытаются разыгрывать длинный. Чекают упор. Идет всеобщая подготовка. НБК открывается в этот момент на железо. Ну вот с рампы возгоняют флешкой. Но, в принципе, не знаю, сможет он тут постреляться. Пока не заходит у него слева нормально против парня на рампах. Это у нас Пронокс. Плюс пришла Хелпай еще к Проноксу. Это Пита. И там 2-2 по плентам, по сути, у Дефенса. Вот как основной вариант, по-моему, здесь французы рассматривают. Это выход на нижний плент. Да, открывает длинный. Выходит. Здесь им, в принципе, никто не угрожает. Ставится бомба спокойно. Ну, а остальные игроки защиты заняты отслеживанием фейков и прочих прелестей. Тактической составляющей у Мутерстрайка. Минус от Пронокса. Вот забрал все-таки он НБК. Но тот неплохо сдержал, в принципе, Дефенс. Хотя Хелпай от Лиди здесь вершит правосудие. 2-2 врыв от РДЛа. Вилка. И вот надо было убивать. Надо было убивать со вторым заходом, в принципе. Со вторым выпадом РДЛ удается это сделать. Остается последний РПК. У Вари Геймс 1. Ну и Деф-бомба. И минус дает. За ним идет Пуш от РДЛа. Выход. Перестрелка. И РПК. Минус 2. Вот принял второго РДЛа. Странно, что тот не разменял. Но, видимо, РПК ждал такого поворота событий. Ну, АРДЛ поломился. Наверное, дожидал Релада от оппонента. Но не дождался он этого великолепного Релада, который мог произойти. Тем временем... Что же пишут у нас в чате, друзья? Там все еще вармап идет. Так, слэм. Да, я тут. Жду три недели. Соберу Курай-7. Красавчик. Какая у тебя видеокарта? Спрашивают у молодого человека. Ну, а тут у нас что-то случилось с Хелл ТВ, если я не ошибаюсь. Это что-то, по-моему, очень нехорошее. Ну, либо это пауза. Реально. Либо... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Либо мы повисли. Да не, вот тут все нормально. По пингу, как бы. Пинг идет, сервер пингуется. Странно. Скорее всего, это просто пауза. Но парни, опять же, ничего не написали по поводу этой паузы. Так что будем оставаться. Вот у меня тут 70 фп, 60. Но это все из-за вертикальной синхронизации. Так, друзья, прочехайте кто-то тоже GoTV-шечку эту. И если что, скиньте мне в чат Киберарена ТВ в группе в Стиме. Либо SL4M eSports комментатор. Так, слэм, привет. Рад тебя снова слышать. Жаль, что вчера все пропустил. Но есть записи трансляции на канале. StarLadder, youtube.com.slash.sltv. И там, в принципе, все окей. Также вот Гринман мне подсказывает, наш модератор чата. Что так же наш вообще модератор группы, он банит вас за то, что вы флудите. Такие дела. Так, почитаю комментарии. Надо еще не перевернуть. Вот сегодня написали. Я про Салют Леджендс выложил лейнап. Их просто многие не знали. Вот так, ребята. Я сейчас не в тему. Так, мне интересно. Есть в CSGO варфт мод, CSD, MZ? Не знаю. Но это, по-моему, моды, они все как бы, их можно сделать самому. Можно поставить на сервер. Вроде даже как расклад весь в том, что в Сурсе можно модов побольше сделать. Так. Вот 7.49 в Стиме стоит. Слама, ты заметил, что в каждой группе есть по одной шведской и датской команде? Ну да, скандинавы. Вообще, друзья, исторически так сложилось, что DreamHack это на самом-то деле и был турнир изначально скандинавский. То есть это потом там Европа начала на него подтягиваться потихонечку. Вся оставшаяся, да. Раньше вообще в сетке бывало даже так, что с группы выходило там 4 шведских команды. Все они оставались в сетке. И это вызывало реально, ну, такое наглядное пособие на что. Так, ну что у нас. Смотрите, поплыли. Поплыли в Ery Games, друзья. Вот это просто дизайн от Valve. Вот это. Это Майкл Джексон стайл. С лунной походкой, с широкой улыбкой, лягушащими лапками. Пацаны дают дым на ноль. Будут отстреливать скрип. И наконец-то вот вроде бы они задергались. Да, слава богу, пролагала у нас вот эта конькобежная штука. Ну а мы смотрим на Absolute Legends. У них укреплена точка на троих игроков дефенса. Здесь у Ery Games планируется подготовка рамп как минимум. Давайте вот спалим. Да, готовят рампы. Минус они дают. OpenFrag по Pronox. Но выходить почему-то не стали. Кенни спускается с крыши. Кенниса, кстати, на крыше спалили. А вот у Пита здесь Дигл. И если сейчас на него пойдет весь этот абуз, французский Тупита может не справиться. На Дигле, конечно, сурово играет. Но он играет на халде. Друзья, прячется за ящиком. Его находит, тем не менее, NBK. Проявляя внимательность и всю свою сосредоточенность в этом моменте. Ситуация 3 в 5. В меньшинстве Absolute Legends есть еще шанс у EURDL на самом деле принять рамп. Но на рамп вниз не пошли на вилку. Французы попытались сыграть по 9. Вот она вилочка пошла поздняя. Ну вот делают паузу в атаке, пытаясь прочекать, опять же, подготовить как можно больше вариантов нападения. Ну и вот врыв по 9, опять же, поймали. Знил, изнил, нельзя было вообще спускаться. Но мы вчера видели, что происходит на девятке. Благодаря Лиде здесь, в принципе, девятка падает. Два хэдшота, Кеннис, безумный стрейф с девятки. Три в одного. И последним у нас остается EURDL, которого спокойно забирают в коридоре. 5-1, друзья. На сервере, видимо, стояла пауза. Ну и в ВГ, в принципе, врываются. Преимущество неплохое. Четыре раунда. Это достаточно интересная штука. И у нас пошли рестарты на сервере. Я не понял. ОМГ. ОМГ, друзья. Что происходит на DreamHack? Да, видимо, счет 5-1. Видимо, счет будет 5-1. Здесь прошел рестарт. У нас все-таки дилей есть небольшой. Ну, я, наверное, тогда сразу вспомогательный хут, друзья, включу. И попытаюсь его сразу же настроить. Я помню, что счет был 5-1. Я надеюсь, что админ, может быть, поставит. Нам здесь все. Просто мне очень сильно не хочется клацать и провтыкивать. Клацать и провтыкивать. Нужные моменты. Там, то есть, раунды какие-то. Ну, ладно. Один раунд есть. Пять у французов. Ну, вроде бы нормально. Если я не ошибаюсь. У меня еще хут все еще не пофиксили. Я пока что его скрою. Я буду ждать решения администраторов. Посмотрим, что они там наколдуют, намудрят. Просто не ясен действительно пока что счет. Вообще игра, она сохраняется. Как бы с определенного счета. И ее могли сохранить сейчас в ЭГ. Если игра сохранена, то, по сути, они могут ее загрузить и продолжить с того самого момента, где произошла какая-то проблема. И не могли себе позволить этого сделать Absolute Legends. Ну, а я все еще в чате. Так, это не баг GoLTV. Игроки не написали рейди. Так, новая кс, новые баги на HLTV. Ну, это GoLTV и то клон Сурстова. Так, Слэм, как думаешь, были бы шансы у ESC выйти из группы, если бы в другой группе? Ну, да, да, были бы просто. Это лан, друзья, лан отличается. Да, здесь, друзья, счет 5-1. ХФ, деньги вернули, слава богу. Ну, вам худ для удобности. Название, конечно, немножко меньше по размеру команд. Но ничего страшного. Давайте смотреть уже за Counter-Strike. Так, Веригейм, срыв на 0. Быстрый раунд в сторону Аплента против ЭК оппонента. Моментально минус 2 от экзистенса. Просто увольняет этот парень. Вот я помню, что на ESC он не мог себя показывать на все 100. Реально, выполняя роль там одной из ключевых ролей в команде. Но он там часто пытался делать опен-фраги. И закончилась эта печальная для него статистика. Так, not on tape. Скорпот. Ага. Тут советуют НБК разобраться. Как можно разобраться ситуацией. Ну, здесь, по-любому, я думаю, будет 6-1. Как бы это ни обсуждается. Остался тут один Знил, товарищ, которому долго здесь вряд ли придется жить-то жить. Под номером 1 он, кстати, играет. Вот так сегодня определил худ. По приколу. Не, ну, номерация такая, что вот первые 5 цифр, друзья, на GoTV, это игроки защиты. Остальные 5 цифр, это игроки атаки. Но самый главный момент в том, что, как бы, это неудобно. Вот как ни крути, на кнопках должны стоять немножко другие бинды. Ладно. ВГ 6-1. Тем временем. Absolute Legends. Бай. И надо давать ответку уже как можно скорее. Вообще начали в дефенсию. Вот не повторилась бы история, как с поляками у Absolute Legends. Реально. Они могут сейчас быть в хорошей форме. Притом, что в интернете я их матчи смотрел. Ребята реально хорошо играют. Ну, плюс они взяли биоквалификацию. И там вроде бы еще Лимандокс взяли. Но вот я Лимандокс со ставчикой не знаю. Кто подкинет, скажет. Тому будет респект. Да через полгода, год уже все будет офигенно. Ну, да, да. Как бы Вальф пофиксит, я уверен, там баги с GoTV. Но самое главное, меня интересует просто сцена. Сама по факту сцена. Я надеюсь, что она останется такой же насыщенной и не потеряет своей былой красоты. Так, здесь пока что готовится выход на закрытый. И, наверное, через рамп. Хотя непонятно. Вот мысли НБК. Он разыгрывает фактически все раунды в атаке, мы могли заметить. Не в качестве опен фрагера, да. А в качестве человека, который стоит и ждет. Ну, вот пока что ловит флешку, выходит в упор. Опен фраг есть. Пошел второй минус от НБК. Нет, снил-казнил. Хотя зажим был хороший. Но, опять же, под флешкой, возможно, где-то чуть-чуть не довел. Три в два. Один по улице. Рампа закрывает РПК. Оставляет их за собой. Есть, в принципе, вилка. И все точки давления на дефенс. Минус длинный от Смитца. Отличный заход с плитом, с его тиммейтом. РДЛ остается в ситуации 1 в 2. Его сейчас будет пытаться, в принципе, здесь закрыть. Ну, вот он жестко простреливает Смитца. Заставляем 18 хп, разбивает каналку и не понимает, где находится второй игрок атаки. Но РПК, что, пойдет на 9. Сейчас РДЛ, как видим, все еще в каналках. Так, ну вот за РДЛом тут вышел Смитц. Ушел в длины. И РДЛ, видимо, сейчас пойдет за ним, будет его преследовать. Выходить будет в мейн на этой бомбе. Да-да-да, услышал РДЛ, как прибегает игрок атаки по улице. РПК дропает бомбу красному Смитцу. Смитц ее будет ставить. И, скорее всего, ставить он ее будет на 9. Ну да, закрытая позиция. Вот РДЛ не знает, что на 9 есть игрок атаки. И может сейчас не посмотреть туда, хотя... Вот одного он своего красного забирает. Он не понимает, где находится второй. Второй в 9, бомба на 9, РПК. Вот если бы мы дали инфу по той теме, типа, где бомба и кто ее взял, да, как это было в 1.6, то все было бы ясно. Ну тут выход под гранату и пытается, старается РДЛ отстрелить здесь атаку. Ой, белый, белый РПК. Но он все равно отошел от флэша. Он достаточно быстро, ловко разыграл, увернулся. Ну и счет становится 7-1 в пользу Вэри Геймс, друзья. Подвисает у нас в перерывах Гоу ТВ. Но это не страшно. Это не страшно, это нормально. Вообще, ВГ-команда, конечно, такая. Я на самом деле думаю, что первое время они, конечно, поддерживаются в топе. Но никак, они уже в CSGO топ-2, по сути. Им очень-очень большое будущее, как бы, выставляли и пророчили в этой версии Counter-Strike. Но вот непонятно. Смогут ли они показать себя на все 100? Так, ну что РДЛ? Ой-ой-ой, простельчиком сразу получил. Лиди врывается в ноль. Ноль пустой. Уже бегает во всю потемке. Вэри Геймс играет, опять же, от холда. Долго ждут пуши на инсайт. Пуши с улицы. В итоге, сами решают действовать. Зачем? Непонятно. А, тут они просто РПК отправили. Посмотрите, в четвером вышли на низ. Не заметили в дыму просто игрока. Дефенса, который... Ой-ой, Пронакс! Пронакс из дыма выходит. Ой-ой-ой-ой. Первая башка пошла. Ушел за ящик. Его в упоре здесь уже просто все пытаются застрелить. При том, что его три игрока пропустило. Просто игнорировали они этот угол, этот дым. Он там отстоялся на все 100%. Но разыграл, конечно, он потом это преимущество. Вот если бы у него был девайсов, разыграл это преимущество очень жестко. Это то же самое... Вы понимаете, это если вот... Ох, господи, опять человек-сосед проснулся. Это как бы... Если вот... Это как Николас Кейдж. Вы даете Николасу Кейджу автомат, он делает минус 5. Потому что он Николас. Вот здесь то же самое. 8-1. Ну, не смог. Пока ВГ, в принципе, разрывают команду. Абсолют Ледженс, я не понимаю. Как так получается? Почему так получается? Зачем они это делают? Но... Пока победители биоквалификации не особо-то сильно дают ответку. Ну, вот за два девайсных раунда ребята реально разыграли в размен до ситуации 2 в 1. И все ситуации 2 в 1, 2 в 2 были проиграны. В одном из раундов они, в принципе, взяли. Да, но это, опять же, не показатель. Тут надо что-то, нечто офигенное готовить просто против ВГ. Ну, например, поджим улицы на двух игроков. ВВГ опять слоу-плей. Сразу башню спалили. Один еще есть игрок в упоре. И вот, по-моему, он сейчас будет решающим. Так, минус РДЛ есть. Пита остается на позиции. Давайте смотреть. Пошел выход улицы. Питу даже не чекнули. В итоге он дал минус. Открывается на двоих. Спрей попадает практически по трем парням, но никого не убивает. Ливиную долю демейджа забрал на себя Экзистенс. У него минус 40. Но, опять же, атака проходит достаточно спокойно. Улицу продолжает проходить. Плюс НБК не ощущает вообще соперника в инсайде. Вот если аркадить, например, каждый раунд рамп, сейчас Абсолют Ледженс, они будут встречать вот этого вот парня, НБК, на нуле. Убивать его и оставлять тупо без инфы, как бы, своих оппонентов. Тема в том, что НБК тут делает очень-очень много для команды. Как бы он фактически бомбировирует ноль, аркадус на радио, какие-то маневры с рампами связанные. И при этом, при всем, у него это получается делать. Ну вот опять, смотрите, один в два. Опять французы за счет НБК остаются сотым игроком, по сути. Бомба на руках, все, ее забрали. Пронекс в этот момент прошел на рамп. Ну вот, давайте посмотрим, как разыграют с нуля. Вообще он не знает, что в скрипе есть чувак. Но он вот увидел здесь калаш и не убил с первого раза в голову разворотка. Вот это да, вот это да. Обидно, обидно. Я оставил 20 хп НБК. Ну вот НБК сейчас будет просто казнить и казнить. Товарищ Натан Смит. Такой он жесткий. Так, ну вот если присмотреться вообще к игре французов, то можно брать за образец, я думаю. Потому что играют они достаточно ровно. Здесь нет от них каких-то непонятных действий. По-моему, все очень четко основано на логике. Особенно вот постразмен выходы. Ну и тут что, быстрый выход на Аплент решили сделать. И самое время, да, застать врасплох команду. И Швеция, Пита. Ой-ой-ой, Пита навтыкивает здесь. Первая голова, вторая. Третьего практически добивает. Ситуация один на один. В Эрикейм с НБК против Абсолют Леджендс Пронокса. И НБК, посмотрите. Оп, такой быстренько сдулся. В каналку ушел под дым. Бомба ставится снизу. Инфа к Проноксу прошла. И Пронокс будет заходить с вилки. Не рискует он падать в каналке. Хотя, скорее всего, НБК ждет именно каналок. Достаточно ли у него опыта, чтобы здесь понять. А, ну он просто гранату кинул туда. Ему даже не нужно. Потом просто дает гранату. Чекает ложный в ложном пусто. И понимает, что, скорее всего... Ой-ой-ой, резать хотел! Резать хотел! Вот это да! Красавчик НБК просто. Но Пронокс тут в бомбу уже вцепился. Влюбился в него прямо. А, второй раунд! Ее! For Mother Sweden! Говорит Пронокс. Берет этот раунд. Чет 9-2. И он приносит, наверное, радость сейчас шведским болельщикам. Болельщикам команды Absolute Legends. Но НБК просто показал сейчас свое отношение к сопернику. Показал, насколько, ребята, на самом деле впереди. Ну, если резать уж, конечно, захотел. Это жесть. Это жесть, на самом деле. НБК, конечно, упал. Он не должен был, на самом деле, резать и прикалывать. Он должен был просто его убить. Мы видели, что этот раунд был реально НБК. И НБК его не взял. Опять же, из-за этого вот... Из-за этого косячка. Да, то, что решил выпендриться и задэфить бомбу. А это минус раунд у команды. И плюс раунд у Absolute Legends. В ВГшкам тяжело. Так, пошли прострелы. Великолепные. Вот сюда прямо. О, тут вообще можно сладко шить. Как бы... Интересно. Так, ну что. Выход рамп от ВГ. Особо сильно они тут не парятся. Existence вот последние какие-то действия делают. Непонятные. Чекает аркад на ноль. Pronax. Лиди по фрагу. Из-подевяти законтрили. Желтый минус. И должен быть минус Pronax, чтобы уверенно сыграть. Открываются на Pronax. Еще фраг. Еще фраг. Ой, Pronax. Минус три или минус четыре уже в этом раунде. Последним у нас остается Existence, которого оставили на этот раз запирать. В принципе, всю атаку дает. Ну, флэш открывается с двери. Выходит на мэй. Но тут пита. Три девять. Три девять, друзья. И Absolute Legends вроде как хотят сейчас сыграть девять шесть. Но опять же, атака здесь взяла девять раундов. Это на самом деле очень много. Не должно быть такого. Не должно. Так. Самонадеянный ВГ. Ну, ВГшник. Ну да, может быть он чуть-чуть самонадеянный. Но может быть нет. Пока... Пока не ясно. Опять же, в второй половине посмотрим. Если Absolute Legends пинать начнут в атаке, то... Может получше. Но в атаке, конечно, тут посложнее. Но все будет. Поэтому... Ну, я не думаю, что конек это вот карта нюк. Конек команды. Absolute Legends минус RDL. На морозе RPK. Проходит улицу. Дает минус два. Из Нил дает размен с Фамаса. Вот этот парень, который божил в 1.6 с Фамасой. И здесь он взялся за старое... Старое оружие на новом корабле. И чувак сейчас будет контрить улицу продолжать. Ну, вот он... По-моему, по нему попали из ангара. Да, вот он ангар. Пошел бёрст в Кенниса. Тот дал размен. Но минус 50 кп. С три пульки, видимо, зашло. Либо две в тело по-любому попали. Четыре в два. Absolute Legends минчанство. Поджим. Играют они с длинного. Выходят на улицу. Контрят. Ее никого не видят. Ну, они, видимо, дожидают. Сейчас здесь увидит... А, так, тут за красным остался Смитс стоять. И Смитс накрывает Пронокс. Два в два. Переворачивает Absolute Legends. Исход этого раунда. И сейчас всё зависит реально от них. На них бегут в эрегейм сразу вдвоём. Бомба, по факту, как я понял, упала улицу. Именно поэтому NBK и Existence дернулись так быстро в сторону ангара. Сейчас Натан может отхватить. Но пока непонятно, что будет. Оп, достал девайс. Минус NBK. Отлично. И остаётся последний Existence. Ну, вот инфа об одном игроке есть. Давайте посмотрим на этого парня. Сможет ли этот Бельгит затащить здесь. Опять же... Да, забирает он бомбу за красным. Минусует Пронокс. И перестреливается. И на морозе просто кладёт Лиди. Ну, реально. Ну, вот тут надо было убивать. 8 хп. 8 хп шведы какие-то несобранные сейчас. Ну, видимо, первая игра даёт о себе знать. Absolute Legends. Но в любом случае, им можно пожелать, друзья, только успешной группы. Удачной группы. Дальнейшего прохождения офигенного. Так. Ждём адаптации из Нилу к новому Фамосу. На самом деле, Фамос, на мой взгляд, остался одной из ключевых пушек. Я не понимаю, почему ещё с ней не играют. Так жёстко. И много игроки дефенсии копят на кольты. По-моему, Фамос очень крепкий в этой версии Counter-Strike. Давайте смотреть. Пита Аркада за красный. С ним в асисте встанет РДЛ с мейна. И сейчас Пита может меня собрать. Да. Ну, неосторожный. Стрейк слишком рано вышел. Опять же, тайминги пока ещё непонятно. Непонятно, видимо, шведской команде при адаптации. Не адаптировались ещё они к таймингам. Но Питу уж точно просто. В 1.6 у него бы идеально получилось из-за этого красного ящика раздать. Но здесь такого не произошло. Ну и что ж. 11.3, друзья. И это приговор, по-моему, для Absolute Legends в первой половине. Уж точно перед второй половиной, наверное, парни попробуют поменять немножечко свой стиль игры. Им, в принципе, это необходимо. Как минимум. Но первую пистолетку брать во второй половине придётся. Но нужно ещё тут 11.4 сыграть, чтобы уж совсем всё было чётко. На самом деле, от этой встречи я ожидал куда большего, но не зашло, не заехало. Так, пошла флешечка сейчас на скрип. Дым упал на скрип, чтобы можно было спокойно выходить с молотова. Никто его не кидал. Атака будет убивать улицу. Ну и здесь та же самая схема от ВГ, что они делали несколько раундов подряд в начале половины. Но они там даже раунды в 7, наверное, сыграли по той же схеме. 4 улицы, 1. На инсайде это NBK. NBK даёт инфу, в принципе, по всему нулю. Бегает от радио до нуля. До скрип и так далее. А товарищи его проходят улицу. Но вот сейчас они играют на подсадку в 9. Тут Absolute Legends вырисовывается пуш на инсайде. Это правильное решение. Минус NBK есть в банке. И давайте смотреть, что будет делать Кеннис. Уже в 9 залез. Минус Лиди в каналке. Опасно. Минус RDL. Ну и вся аркада, в принципе, псу под хвост. Пронекс 1 в 4. Это давай до свидания просто. А не Counter-Strike Go от шведов. Всё. Нам останется ждать только команду NBK с Гидрайтом, чтобы они напинали в Верри Геймс. 12-3. Ну, очень уверенно играют парни из французской команды Верри Геймс. Видно, что готовы к чемпионату. К этому турниру, кстати, они готовились очень долго. Плотно играли. Я знаю, что они плотно играли с голландцами. Там, где Криджи и компания. Те тоже на тренировках показывают пока неплохую игру. Ну и я посмотрю, что сегодня всё-таки у нас в расписании интересного будет происходить. Ну вот первый матч ещё Верри Геймс и Абсолют Леджендс. Мы с вами посмотрим. Потом придёт Таффа. Мы будем смотреть Верри Геймс против Хавков. Хавков финнов. Финская команда, которая также принимает участие на Старсерии Старладдера. Дальше у нас Верри Геймс, 3Д Макс. И это матчи группы С, друзья. Но вот я не знаю, 3Д Макс, как сыграет с Абсолют Леджендс. Но мне кажется, что там 3Д Макс просто перевернут шведскую команду. Так. Ну вот 12-3 можно, наверное, скрыть. Эту пока штучку скрыли. Так. Ну и в 3 часа дня по Киеву, друзья, начинается группа Д. В ней играют такие команды, как не Факулти, Динамик или Динамик, Анексис, Лемон Докс. И там тоже пока непонятно, что к чему. Не, ну ясно, что скорее всего будем первый матч смотреть Анексис, Лемон Докс, либо Факулти, Динамик. Я думаю, всё-таки Факулти, Динамик посмотрим. Потом у нас будет Анексис, Динамик. Ну и матчи вот с американскими командами, я считаю, посмотреть. Мы просто обязаны. Ладно, друзья, здесь вторая половина понеслась. ВГ-дефенс, атака от команды Абсолют Ледженс. И сейчас парням будет очень-очень трудно, как бы, разыграть. Здесь всё так. Выходит у нас первый Лиди на Аплэн, чекает его, ставится бомба на Мэйн. Девятка, кстати, никак не законтрила здесь выход. И Дигл, в принципе, на девятке НБК пугает. Посмотрите, у французов пуш. У французов пуш идёт сейчас на радио, они будут втроем врываться на ноль. Пронакс это дело контрит. Но вот как-то он очень сильно волнуется, дёргается. Но минус, тем не менее, оставит. В ассисте есть Знилс, Бутки и Абсолют Ледженс, в принципе, закрывают. Здесь пушат Дефенса, но два в три ситуации. Один ХП упит и увольняют Пронакс. И Знил минус Экзистенс. И Смитс идёт тащить, друзья. Один фраг дал, открыл. Два в одного. Два в одного на планте. Один красный Мэйн и РДЛ просто казнит и не прощает. Дигл его великолепен. Две последних банки зашли. Куда надо? 12-4. Абсолют Ледженс берут первую пистолетку, разворачивают немножечко команду Вэри Геймс. А мы вот посмотрим, насколько плотно они её могут развернуть. Или не могут. Так, а вот если так попробовать и так. Тоже не меняется. Всё-таки бары меняются на Гоу ТВ целиком. И стороны тоже. Ну вот теперь мне становится понятно. Извиняюсь, конечно, за неправильную сверху две такие полосочки от атаки и защиты. Переделаем. Переделаем, друзья. Ладно. Абсолют Ледженс. Проход по улице. Играют. И Пита. Пронакс. Ну вот. Очень-очень аккуратно. Обратите внимание, что шведы, кстати, не покупают никакие прикольные девайсы. Да? Стараются разыгрывать больше на... Вот Кеннис уволили. Больше на дефолте. Как бы сразу берут АК. Но, опять-таки. Если... Я как понял. Если команда не собирается... Да, Аркадий против АК раунда разыграть пытается медленно на дальних дистанциях с АК, да? То это, разумеется, отличная команда. Эти парни просто могут разыграть медленный раунд. Абсолютно медленно. Абсолют Ледженс. Абсолют Слоупок. И... Просто не подпустить к себе дефенс. А вот некоторые коллективы, конечно, типа НИБ, да? Если тебе чувствуют преимущество. Ой, сейчас будет прострел. Походу. Ну вот чуть-чуть не туда, и тут уже все. А походу снизу прострелили. В ответку, как я понял. А вот кто дал демейдж, непонятно. Как бы стоял-стоял, простреливал, не попал. И в ответку залетела плюха. Ну и Ордел тут добьет, скорее всего, оппонента. Видите, какие здесь стрейфы? То есть вот здесь вот стрейф сразу он с префайером как бы играется. У любого игрока. Опять же, отсутствует просто правило правого плеча. Конечно, нычки есть, из которых можно убивать. Но прям, чтобы жестко. Это вряд ли. Это вряд ли. Друзья, чат Киберарена ТВ, чат СЛЧТМ и Спортс Комментатор. Читаю комментарии. Так, они играют умно. А в ВГ самая переоцененная команда за начало истории CSGO. Не, ну просто им приписывали быструю адаптацию, не более МХО. И адаптация у них была быстрее, чем у других команд. Это, по-моему, бесспорно. Потому что, опять же, Сурс Движок. Ну вот, поначалу было парням легко. Сейчас, конечно, будет сложнее. Это игра глубже, чем Сурс для 1.6. Она сложнее сама по себе. И тут, я думаю, немало еще сюрпризов мы увидим. Но Вэри Геймс, тем не менее, очень хороший коллектив. И собранные парни. Сейчас у них, конечно, два икона, которых они не будут всю свою собранность показывать. Потому что Смисто ибо не имеет. А вот с девайсным раундом не могут здесь вполне перевернуть. Абсолют Ледженс. Если, конечно, те, в свою очередь, не отожгут. Ну, вон там экзистенс. Нормально, нет? Запрыгнул на крышу. Вот манера у человека, а. Запрыгнул на крышу к атаке и попытался всех собрать. Ну, и счет становится 6-12, друзья. Тим Вэри Геймс пока что доминирует над своими соперниками. Но 6 раундов могут это быстро исправить. И, как я понял, Абсолют Ледженс на этом девайсе нам и покажут нам. Смогут они. Стоит от них ждать. И надеяться на этих ребят. Стоит от них ждать экшн. Сегодня, наверное, кстати, НИПы будут наблюдать целый день за игрой команды Вэри Геймс. Потому что, как-никак, это их основной конкурент. Вообще, на этом турнире, проходящем в Йон Чопинге, вот в этом году, все ставят на команду НИП. Все уверены в победе команды НИП. Но мне кажется, что нас ждет какой-то разворот. Так, вот дымочек это заняло. Давайте посмотрим. Нормально. А, ну да. Красивый дым, правильный. Посмотрите. Там чувак в девятке не знает, что делать. Еще один дым упал поверх. Верхние дыма от Абсолют Ледженс. Изоляция улицы. И, в принципе, можно... Ну, свободный коридор себе этим дымом. Ребята выбили, могут сейчас попытаться сыграть под девять. Если захотят, могут сыграть вниз. Но под девять, в принципе, я думаю, было бы более нормально. Не, под флеш заходит очень-очень на сторону. Видно, что наработанный, нашифрованный раунд от Абсолют Ледженс. Питу под флеш запускают на подъем. На подъем улица занимается ангар также. И пауза в атаке. В ожидании будет продолжаться. Но девятку сейчас будет убирать Лидди. И, скорее всего, он это сделает. Ну вот, не сделал, да, и все. Все, все, все. Девятку отдал. Кеннис даже не ощутил. Ну вот, прыжки в девятке. Это уже подозрительно. Как бы Лидди здесь заволновался, запарился. Надо уходить под девять. Улетать на девятку. Пронекс открывается. Минус один, минус два, минус три. А Пронекса вот это выход под флеш на Аплэн. Друзья, из-под девятки. Вот это я узнаю шведский Counter-Strike. Вот это грамотная, точная, красивая игра. Все до мелочей. Все до мелочей было разобрано. Под флеш разыграли выход на нижний коридор. На длинный. Под флеш разыграли красивую улицу. Два грамотных дыма в начале. При том, что кто не понял, дыму упали. Один упал вот сюда. Изолировал парня на девятке. То есть улицу здесь уже не захлопить. Второй дым упал еще вдобавок вот сюда. И по сути фулл контроль от атаки. С одной потерей. С одной потерей Абсолют Леджендс берут этот раунд. 12-7, друзья. Но это игра в догонялки. Сейчас Вэри Геймсон, БК, его компания начинает понимать, что не все будет так просто. И вполне возможен разворот от Абсолют Леджендс. Кстати, Абсолют Леджендс были тоже приглашены на старсерию Сталладра. Но они отказались участвовать. По той причине, что у них там 4 турнира. И они просто физически не успеют. Ну, график. График очень жесткий в этом сезоне, к сожалению. На старсерии опять же сжатые сроки. Но думаю, со следующего года мы запустимся на ура. И сроки будут четкие. Будем за месяц усоваться и смотреть матчи Звездной серии. Потом готовиться к лан-финалам. А здесь пока что открытие рамп, экзистенс, ну и Абсолют Леджендс. Без каких-либо там щекотливых ситуаций обходятся. Снова выходят в плейна. Вкетвером на рамп. Пробрасывают закрытый. Вот на закрытом тут их ждет на самом деле Небольшая засада, и она может сработать. Но опять же, Абсолют Леджендс очень внимательный. То есть они фактически смотрят все. К моменту, когда ставится бомба, главное смотреть все. Но тут дают дым. Пронокс едва-едва не убивает. Минус Атлиди есть. Попытка убить Бленд заканчивает. Не заканчивается успехом для Вэри Геймс. Влетает Знил. Минус один РПК. Еще один. Ай, длинно мы не заметили РПК. А тот, в принципе, играет в дискотеку. Попадает по нему РДЛ. 12.8, друзья. И сейчас будет разворот, по-моему, от шведов. Но я этого разворота очень сильно жду. Я надеюсь, что Абсолют Леджендс перевернут. Все-таки хватит, хватит проигрывать. Отборочные в интернете проиграли. Биоквалификацию взяли. Да это просто сам Бог велел. Сам Бог велел перевернуть Вэри Геймс в первой игре сегодняшнего дня. Но если здесь Абсолют Леджендс перевернут ВГ, то, по-моему, потом парни... Но это по факту первое... Хотя здесь не ясно. Но ВГ точно являются фаворитами этой группы. Не знаю, как Абсолют Леджендс на это смотрят. И кто им что приписывает. Но я думаю, что Абсолют Леджендс, если захотят, то смогут. Опс. Смотрите, залез. Залез на башню. Кеннис его сразу же моментально снимает. Ну вот АВП. Вот смена игры. От смены стиля игры от французов. Пытаются разыграть другую схему расстановки сил. И она у них, в принципе, выгорает. АВП минусует улицу. Влетает экзистенс длинного. Дает минус. Сейчас одымление красного ящика. В ангаре свой тиммейт. И тут сейчас, по-моему, будет вообще куча-куча приключений. Вот Кеннис это надо было забирать. Но теперь уже поздно. Теперь уже поздно. На него никто не вылезет. Три в четыре. Пытается убежать. Игрок атаки. Кеннис промазывает в спину. И атака смещается в сторону инсайда. В инсайде есть один РДЛ, который, в принципе, выполнял роль. Ту же самую, которую выполнял НБК в первой половине у французов. Также бегал он сюда. 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 Ну, чекал аркаду. Ну, и в итоге вышли они на аплент, как видим. Уже в момент постфлэш. С девятки контроля пока жесткого не было. Но он будет. И РДЛ. Хорошая голова залетает Кеннису. Минус АВП. Встанем. Веригеймс дает проброс РПК. И будет выходить сразу по тройку. Пытается уйти моментально в девять, чтобы ни на кого не попасть. Его пытается убить будка. Разворотка. И Лиди Плэн снил минус. И Лиди. Минус два. В девятке. Тотально уничтожил просто своих оппонентов. 9-12. В пользу Вери Геймс. Все еще. И, по-моему, Абсолют Леджендс настроились на камбэк. Очень сильно настроились на камбэк. Я сейчас, наверное, просто посмотрю и почитаю комменты, которые были на Халтюрге. К этому матчу написано. Так, наверное, будет попроще. Мне все-таки интересно, что думает англоязычная англоговорящая комьюнити. Да и вообще европейцы. Так. Ну вот. Я вижу, что да. Все-таки здесь. Какой-то глюк непонятный случился со Скорботом. Или нужно нажать. Клик-кер то старт. Да. Да. Нажал я старт. В Скорботе, может быть. Он нам что-то интересное покажет. Ну вот второй комментарий на Халтюрге от бразильца. Холли щит. Вилл Би Эф гейм. Это жесть. Ну что, Абсолют Леджендс против одного из ключевых баев французской команды. У них уже, кстати, нет денег. И, по сути, это последний бай. Если здесь французы падают, то это будет реально разворот ситуации. Счет будет как минимум 12-12 или 12-11. Но рампы, в принципе, принимаются. РП Кейм и Смитса. Минус 2 даются. Абсолют Леджендс. Дают размен. На, на улице еще из Нил, который там охотится за Кеннисом. Кеннис Мэйня. Зачекал будку. Он может сейчас убить красного парня, если будет выход. Через, опять же, будку на Аплент. И выход происходит. Пит минус Кейм и сразу в итоге 2 внизу. 2 внизу. Верри Геймс. Бомба проходит. Пит разбрат. Пробрасывает девяточку. Пробрасывает дым на 9. Бомба не ставится. Падает РДЛ с бомбой. Влетает Смитса. Это ключевая ошибка от французской команды, друзья. Минус 2 от шведов. Моментальное в развороте. Нельзя было французам открываться. Нужно было сохранять позицию. Счет становится 12-10. И я чувствую, я просто чувствую, как у французов сейчас трясутся уже булки. Потому что они понимают, что это эко и это судьба. Это 11-12, друзья. И вполне возможно, что команда Абсолют Леджендс сейчас перевернет команду Верри Геймс. И во Франции будет, не знаю, всефранцузский траур просто. Наши Кэйсеры не выиграли. Наши Кэйсеры не вы... Ну а что вы хотели? Не, ну я думаю, Верри Геймс реально стопа будут скидывать. Вот сейчас еще навич, считайте, включились, да, как бы. На следующий год вообще будет замес. Цель войти топ-1, топ-2. Леди Минус Смит сразу без шансов. ВГ играет в аркаду на эко, при том, что особо сильно не парится. Просто быстрый-быстрый эко со стороны рамп. Ну, правда, минусы они свои дали. Но вот благодаря Знилу его устойчивости в таких стрессовых моментах, его реакция спасла ситуацию. Он дал два ключевых фрага, забрал бомбу. Ну и все, пошел на... Там уже на... Тусуется во всю Пит и чекает девятку. Последний у нас... Последний в Звене Экзистенс, который Аркадий Трампа забирает флешку, девайсы. Ну, посмотрите, да, как хорошо играть в Кэйт Гоу. Сразу выход под флеш. Еще открывает дверь, закрывает. Начинает смотреть коридор. Но в коридорах никого. Вот здесь два игрока из плунта. И Будьку закрывает Пита. Ну, вот Экзагранд, конечно, Знилу увольняют в самый последний момент. На счет-то 12-11. И по деньгам у команды Вэри Геймс все неплохо. 6-3. Вот АВП сейчас, наверное, мы будем видеть либо от Смитса, либо от Кенниса. Но я надеюсь, что Кеннис его возьмет. Им там... Так, Смитс, Смитс, Смитс все-таки сыграл... Будет играть у нас с АВП. Ну, Кенниса просто были деньги на АВП. У Смитса были деньги на АВП. Но у Смитса сразу как бы 6 косарей пропало, да? А Кеннис не особо сильно что-то потратил денежку. Ну, 3D фьюзы. И давайте смотреть на французов. Кеннис, улица. И это тоже авик. Тоже авик, друзья. Кеннис немножко перевернутый. Но его, в принципе, тут... Офлешило. Отошел он. Блайндит закончился. Чек башни. А, они улицу решили вдвоем запереть. Посмотрите. НБК на внешнем. Благо... Просто, видимо, французы поняли, что они дают атаки открываться. И если не давать открываться, можно разыгрывать в свою пользу. Да, и первый минус, опять же, это опен фраг по Пите. Забирает улицу. Абсолют Леджинс готовит врыв на А. Задача Пита была, в принципе, отсидеться, как в одном из раундов, которые уже готовили ребята из команды Абсолют Леджинс. Но вот сейчас ошибочный выход на А, я считаю. Он ошибочный, потому что здесь в ВГ есть численное преимущество. И они смогут быстро это дело законтрить, наказать. Но... АЛ, как я понял, схема атаки у них такая. Они сейчас выходят на плент, бомбы не... Нет, поставили, поставили все-таки бомбу на... А-а-а, им понятно, им известно, что поджима нет с радио. Хотя нет, там есть поджим, есть поджим. Из Нил минус Кейнис. 4 в 4. С девятки влетает НБК. Кладет первого. Каналка выходит. РПК кладет Лиди. И игра в пленте будет очень-очень опасной. Остается последний из Нил 4 в 1. Ну вот оно, французское выбивание. Надо было все-таки подождать немножко, не ставить бомбу. Попытаться сыграть... Попытаться постреляться, скорее всего, швеном. Тогда был бы шанс. Был бы шанс просто в чистом преимуществе уже установить бомбу и... Отправить команду Верри Геймс на сейв. Но теперь... Абсолют Леджин совершили тоже ошибку. Теперь есть деньги у французов. Вот. Именно ситуация по экономике у французов будет супер. Даже если этот раунд они проигрывают, у них будет на бай. На нексте, я думаю, минимум у двух-трех человек. Не, ну если у трех, то бай, может быть, полного не будет. Но кто его знает, друзья? Кто его знает? Чет 13-11. Ладно, давайте смотреть. Верри Геймс. Что будут делать? РПК выходит вниз. Мидсы оставляют чекать. И у атаки планируется, по-моему, аплент. Так, ну вот здесь вот очень много дыма. Начались лаги на Гоу ТВ. И выход Будка. В принципе, в защитке идет контактная перестрелка. Падает первый на размен. Выходит Пронакс. Тоже падает от НБК. Играет невнимательно. С девятки Кенни запирает Будку. И, по-моему, Абсолют Леджинс посыпались. Иначе ситуация 4 в 2. Еще можно что-то сделать. Питер попытается сейчас зайти с мейна. Его тиммейт открывается на низ. Минус пункт. Я как хорошо. В щель выцепил просто РПК. Все, надо уйти. Надо уйти. Надо отойти сейчас с шведом. Но Пите по-любому. Надо ждать Знила, когда тот пройдет по 9. Если Знил пройдет по 9, то все будет очень хорошо. Пита ждет поджима в спину. Очень аккуратно играет Знил. Чекает под девяткой всевозможные позиции. Вот именно в девятке расклад будет, конечно, сейчас печальный. И Пита открывается на мейн. Опять же против НБК. Знил понимает, что в девятку вылезать сейчас будет вообще не вариант. 36 секунд до конца раунда. Но он может попытаться убить 9. Топнул, кстати, из Нил. Вот он еще немедленно поднимается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус дал. Но его сразу в ответку НБК разменивает. С восьмерки счет становится. 14-11. Моментаморо. И французы, как я понимаю, делают правильные выводы. По поводу своей игры и игры соперника. Ну вы заметили, да, у них там агрессивный раунд на апленте. То есть агрессивный прием, ближние позиции просто не сработали. Ну и, конечно... Конечно же... Они приняли решение играть на выбивание. Вот два раунда подряд они выбили. Все у них пошло хорошо теперь. Но их все равно будет преследовать сейчас, наверное, шведское братье. По-любому просто так нельзя отдаваться французам. 14 раундов у соперника это еще фактически ничего не значит. И вспоминаем золотые времена. Раскидт аплента. Быстрый выход на экзистенс. Кладет первого НБК. В ассисте минусует скрип. И сплит атака на аплент не удалась. Два последних игрока атаки. Звеном пытаются выйти с будки. Но это тоже ошибочное решение. Но они думают, что выходят на красных. Один размен следует от Пронекса. Ну а дальше его запирают. В ассисте еще был РДЛ. Друзья, ну и счет становится. 15-11 в пользу команды Верри Геймс. Это, по-моему, победа французской команды. Но Абсолют Леджинс играет, в принципе, более чем достойно. Стоит также это отметить. Ставки, кстати, были на Верри Геймс вообще изначально жесткие. Ну, фактически все комьюнити не оставило никому шансов. Но последние игры команды Верри Геймс, друзья. Это групповой этап ЕСВЦ против НИП. 16-6 слили, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим, что это был за матч. Нет, тут пока не отписывается. Ну и 2-0 в финале ЕСВЦ. 2-1 убили Арея 51. Обыграли ФНТОКСИК 16-9. Сыграли САНЕКС 15-15. Я не знаю. Но Абсолют Леджинс прошедшие матчи были, мягко говоря, интересные. В Эстернбульфс они уронили 16-10, видимо, в рамках отборочных. Упали от команды ЦПЛ из Дании 2-0. 2-1 убили Фрикшоу из Финляндии. Проиграли ГОСУСЕ. Вот как раз-таки те отборочные по картам 2-1. Ну, я точно помню, что Мираж там был жестко до допов. Ну и БакАйТик упали от них 2-1. Ну, кого-то крепкого нет. Опять же, первый турнир для Абсолют Леджинс. Но здесь уже есть 15-11. И, как я вижу, парни хотят здесь потащить. Проходит по 9. Сейчас Пронекс будет подсадка на девятку. Взвене из двух игроков, скорее всего, попытаются разыграть... ...оставшийся секунд раунда, если на 9 удастся занять. Нет, здесь просто дают минус на девятки. Второго не подсадили. Два игрока. Ой, батюшки, зеваю, как мне интересно. Так, ну чё, умирает Пронекс, выходит на него Лиди. Лиди тоже падает. Этот навод смится просто... ...как? Непонятно. Но остаётся товарищ Знил, который будет стараться. Фамаса у него нету. Есть зато АК. Есть АК, наверное. Ну и много-много-много желания что-то показать. С этого девайса. Какая была просто позитивная флешка на девятку. Я вообще в шоке. Вот нам почему-то автодиректор включает РПК, экзистенсы. Непонятно. Ну а что, у Знила, в принципе, финиш-хим нарисовывается. Как бы он даёт гранату одну в каналку. РПК уже идёт его забирать. Выходит у нас скрип. Коунтер Терри Вествин, друзья. Ну это самая ГГшная ГГ, которую я видел. Просто 16-11, друзья, в пользу команды Teamvery Games. Мы с вами увидимся через несколько минут. И продолжим нашу трансляцию, наш репортаж с Дримхаком.